Падение Боинга 777, совершавшего рейс по маршруту Амстердам-Куаулумпур, произошло 17 июля. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Крушение авиалайнера на востоке Украины не повлияет на рейсы авиакомпании «Эстония-Нейр» по маршруту «Таллин-Киев». Все вылеты проходят и будут проходить в соответствии с графиком. Как пояснили в компании, пространство над Киевом открыто, а воздушный коридор до города проходит вдалеке от кризисных районов. Ни одно из наших авианаправлений не проходит на территории Восточной Украины. Воздушный коридор «Эстония-Нейр» проходит на расстоянии порядка 700 километров от зоны конфликта. Безопасность клиентов всегда должна стоять для нас на первом месте, и мы тщательно следим за сообщением МИДа, связываемся с управлением гражданской авиацией, международными авиационными организациями и следуем их указаниям. Пока полеты будут проходить по графику, и пассажирам не о чем беспокоиться. В связи с волнением жителей Эстонии, турфирмы в один голос заявляют, что чартерные полеты не проходят через воздушное пространство Украины. Лишь некоторые направления могут пролегать через западную часть Украины. После разъяснения причины и следствия, некоторые операторы, возможно, возобновят полеты над восточной территорией страны. Представители турагентств также отметили, что, несмотря ни на что, график полетов остается неизменным. На фоне нестабильной ситуации в мире, некоторую панику среди столичных жителей вызвал сегодняшний утренний полет голландских истребителей. Пресс-авицер Генштаба капитан Арво Йесалу сообщил, что над Таллином пролетели самолеты, принимавшие участие в воскресном авиашоу над Эмори. Они совершили облет над городом перед полетом домой. Капитан подчеркнул, что для паники нет никаких причин. Это был обычный перелет.